Программа предназначена к просмотру для лиц старше 18 лет. Е3 2016 завершилась, и теперь мы с остывшей головой можем подвести итоги. Electronic Arts в этом году открывали Е3, и всё, что они показали, было вполне ожидаемо, кроме, пожалуй, пары сюрпризов. Но обо всём по порядку. Начали электроники с мультиплатформенного, на этот раз, шутера Titanfall 2. В отличие от первой части, теперь порубиться в неё смогут и владельцы PS4, плюс подтвердили разработку сюжетной кампании. Ну куда же без спортивных симуляторов? И, видимо, так, как выставка проходила в Америке, то первым делом нам продемонстрировали новую часть NFL Madden 17. Ну а пока Питер Мур высхвалял свою компанию и хвастался популярностью спортивных симуляторов от EA, мы подошли к проекту, который ждут уже пару лет, и дождутся, по заверению Electronic Arts, уже в начале 2017 года. Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda. Мы сделали. Ну а следом электроники вернулись к спортивным симуляторам, и, конечно же, показали нам FIFA 17. На этот раз нас будет ждать сюжетный режим, а за визуальную составляющую будет отвечать движок Frostbite. Так что разница с предыдущей частью должна быть заметной, если вы понимаете, о чём я. Electronic Arts анонсировали новую программу поддержки небольших студий. Видимо, успех Unravel вдохновил их на это, и первой игрой, созданной в рамках проекта, стала игра F. После милого платформера, который призван ввести вас в глубокое медитативное состояние, Electronic Arts вернулись к беспроигрышным вариантам, и показали нам бэкстейджи с разработки новых игр по вселенной Star Wars. С, естественно, такими заверениями, что такого мы не видели, и вообще будет эмэйзинг. Ну а без какой-либо конкретики. Ждите, ребята, всё будет. И под занавес мы увидели новый трейлер и геймплей Battlefield 1. В игру порубились Snoop Dogg, неудержимый Терри Крюс и другие звёзды. Нас ждёт Первая мировая война, дирижабли, кони. Всё эпично, динамично и зрелищно. Ждём. Субтитры создавал DimaTorzok